Ниджат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала ВестиАЗ, к нам подключается. Здравствуйте, Ниджат. Здравствуйте. На фоне почти полного согласования текста мирного договора Азербайджан и Армении возобновляются обстрелы со стороны вооруженных сил Армении, причем даже в двух разных направлениях Нахчевана. Все-таки с чем это связано и кто подбивает Армению на новую авантюру? Ну, те, кто ее вооружают, выделяют ей деньги на вооружение, перевооружение. Те, кто сейчас пытаются восстановить ее армию, те силы, которые сейчас активно выделяют кредиты на ее армию, реформируют ее армию, те силы заинтересованы в том, что была напряженность на границе. И как решение они могли предлагать свои последнические усилия и для Вакуума. Для этого они сначала делают какую-то провокацию, а потом предлагают свои услуги. Это известный механизм по созданию проблем и ее решений. Скажем, такой кризис-менеджмент, который работал все времена, и сегодня тоже он работает, кстати говоря. Те силы, которые поддерживали Армению, поддерживают вооружение, они сейчас ее подбивают на определенные провокации. Эти провокации направлены на то, чтобы Азербайджан склонились к каким-то уступкам. А каким уступкам у тебя встречи? О том, что Азербайджан сделает засток переговоров в какие-то площадки, допустим, в Брюсселе, или, допустим, в Париже, или в Вашингтоне. А не двусторонний формат, который дает свои результаты без посредников. Посредникам это все надо для того, чтобы параллельно мирно повесить, обозначать свою геополитическую роль в регионе, подчеркивать свою важность в международной системе безопасности, ее свой статус, а также свои геополитические, экономические выгоды в регионе. И никаких у них добрых намерений, целей для того, чтобы в регионе была тишина и спокойствие, нет. Что так получается, что эти же силы, которые являются достаточно имперскими и мощными, во всех регионах управляют конфликт-менеджментом, поддерживают ту одну сторону, ту другую, влашают ту одну сторону, ту другую. И тем самым ослабевая обе позиции тех или иных регионов, а они усиляются, вдруг решили регионе Южного Кавказа, в частности армяно-армянском конфликте, выступить такими светлейшими и святейшими людьми. Нет такого благородства и добродетели, это понятие хорошее, но весьма растворчатые в понятии геополитики. Их не существует. А те провокации, которые мы видели и то, что мы слышали, это все те же люди, которые сейчас бьются на полный контроль от армянской границы. Собственно, а я европейская миссия МК. Вот Тойва Клар тоже делает заявление какие-то, на последок наполнено. Это уходящий дипломат, который сейчас показывает свою полностью лояльность и преданность армянскому делу. Незавидные дни его ждут в Узбекистане, я сразу скажу. Узбекистан — это дружеская и гладкая страна. Мы напишем по нему нужную, как говорится, характеристику. А то, как с ним надо работать. Нашим братьям в Узбекистане. Но, тем не менее, что касается непосредственно Армении. Армения уже, точнее, она всегда была такой, а сейчас просто поменялся главный акционер. То есть она никогда не была субъектной. Раньше этот субъект и пакет акций под названием Армения всегда была в России. Сейчас это все меняется, и Запад усиливает свою роль и влияние в Армении. Что они делают? Они отправляют своих военнослужащих на учения, на инструктаж, на подготовку в разные западные страны. В частности, этим тесно занимаются Франция, Бельгия и другие страны. И еще плюс США частично. Но США еще пытаются держать свой баланс в Узбекистане. Но у нас сейчас в Борисовке новая ситуация для Армении. И нам надо понять, как будет реализоваться ситуация дальше. Потому что дальнейшее обострение может привести полностью дистабилизирующий регион. И это главный риск, который сейчас есть. В этом плане механизм, который предлагает Армения, это нестабилизирующий фактор. Она, наоборот, дистабилизирующий. Поскольку политика Азербайджана и ее внешнеполитическая деятельность и продолжение заключаются в том, что в регионе Южного Кавказа не должны быть силы, не региональные силы. А привлечение США в качестве механизма или мониторинга, или Евросоюз, Францию, или даже ООН. Это все, как говорится, факторы, показывающие, что регион Южного Кавказа на грани дистабилизации. И все тут шаг. И внешним игрокам надо пойти в регион, чтобы все региональные игроки сильно напряглись в этом участке тоже. Нельзя. А как вы считаете, они сами понимают, как будет работать вот этот механизм? Подобные механизмы работают. Есть определенный опыт, но этот опыт, опять же, он, знаете, подобные опыты работают, допустим, в африканских странах, в регионах Африки. То есть подобный опыт есть в ближневосточных конфликтах ООН. И тут ни к чему хорошему на Ближнем Востоке или в Африке это все не привело. Вот все дело в чем. Ну вот были механизмы по определению нарушения огня, перемирия и прочее на Ближнем Востоке, в частности в сирийском конфликтах. К чему это привело? В Сирии пришла стабильность? Нет. На африканском континенте было, в отдельных странах, привело это к стабилизации ситуации. Нет. Это не приводит к ситуации, это, наоборот, приводит к усилению тех или иных сил. В частности, допустим, в данном случае это может привести к усилению условной Франции, Евросоюза или США, или России, если будет Россия, если будет Россия, если будет контролировать Китай. То есть, это такой механизм, при котором та или иная страна получает монопольное право убивать и стрелять с обеих сторон. Завтра, если на границе умирают два армянина, этот механизм обвиняет Азербайджан в том, что Азербайджан обстрелял. И наоборот, когда убивают глухоазербайджанцев, этот механизм и органы обвиняют в том, что это армянцы. Это вызывает реакцию и все идет к обострению. Вот сделал в чем. А все-таки вот то, что провокации происходят в Нахичеване, все-таки почему именно Нахичеван выбран для вот таких вот целей? А, там тоже недемокризованная сельскохозяйственная. И они показывают, что на данном участке, они пытаются нам показать, что на данном участке они имеют определенные преимущества. А преимущества на определенные моменты есть, потому что Азербайджан, как известно, не имеет сухопутных границ и выхода с материковой частью. И они показывают нам, что они могут обострять ситуацию, допустим, на этом участке, где материковый Азербайджан не может непосредственно на этом фронте оказывать прямую помощь. Другой момент, что мы имеем соглашение, в частности, с Нахичеваном, которые имеют также соглашение, есть с Азербайджанами соглашение с Турцией по обеспечению безопасности Нахичевана. Вот этот вопрос как они будут решать, я не понимаю, но они провоцируют нас на то, чтобы мы, для нас вопрос земгезурного коридора или прохода в земгезур, стало просто жизненно необходимостью для обеспечения безопасности Нахичевана. Это уже превращается не в экономический проект с выгодой для всех, а просто жизненно необходимый проект, то есть коридор, который будет обеспечить безопасность Нахичевана. Отвечу еще так, что если Азербайджан вдруг или Армения начнет войну и вопрос станет земгезур, ее судьба, и Азербайджан, естественно, в этом будет участвовать, то в этом будут участвовать сразу минимум как две региональные державы, в частности Иран и Турция. Нужна ли такая огромная война этим силам? Я считаю, что да, нужна. Нужна ли она нам? Я не считаю, что она нам нужна. Я не думаю, что простому армянскому блюду тоже это надо, обыкновенным гражданам. Но глобальных сил своя, как бывает, повестна, и они мало думают о простых гражданах, блюдах. И этот конфликт их напрямую никак не касается. Им главное, чтобы была дестабилизация тех регионов, от которых им может быть какая-либо. То ли гроза, то ли опасность для их гегемонии тех или иных регионов. Опять же, никто никогда не отменял кризис менеджмент, конфликт менеджмент. Этот конфликт менеджмент, он взят за основу всех проблем в мире. Ну вот если взять даже российско-украинский конфликт. Могут ли западные партнеры Украины дать ей столько оружия и финансов, чтобы она могла на равных сражаться с Россией и даже победить? Могут. Но не делают. Им невыгодно, чтобы этот конфликт быстро завершался. Этот конфликт продолжается уже два с половиной, почти три года. Ну и за это время они успели сделать все, что им надо. Существует огромная военная, военно-производственная луна. У них свои интересы. И вот те силы, которые сейчас пытаются из Армении вылепить какого-то там, я не знаю, хотя бы там бумажного какого-то тигра, который уже может что-то делать, на самом деле они просто провоцируют Азербайджан для того, чтобы в регионе Южного Кавказа ситуация полностью изменилась. Это, кстати, соответствует определенным экономическим интересам. Мы знаем, что регион Южного Кавказа лежит на серединном коридоре. И определенные силы, которые сейчас собираются давить на Китай, и держать и Китай, и Европу в узде, им стабильный серединный коридор не нужен. Спасибо. Регион Южного Кавказа будет дестабилизироваться, регион Центральной Азии будет дестабилизироваться, и эта дестабилизация будет идти кругом, к сожалению. Будем надеяться, что Ириван будет до конца следовать в мирной повестке. Спасибо за ваш комментарий. Джат Гаджиев, главный редактор информационно-аналитического портала ВестиАЗ к нам подключался.